Уважаемые стрельцы, всем доброго времени суток. Вы на канале Око Таро и с вами Ольга. Сегодня я предлагаю вашему вниманию Таро прогноз на неделю с 11 по 17 марта, включительно. Что вас ждет в этом периоде? Информация общего характера, поэтому расклад подойдет как женщинам, так и мужчинам. Что мы сегодня будем просматривать? Общие характеристики всей этой недели. Все, что касается дома, семьи, взаимоотношений, работы и карьеры, возможных доходов и расходов. Смотрим ваше финансовое поле в общем. Также попробуем рассмотреть скрытые факторы. Подведем итоги всей этой недели. В раскладе будет карта дополнительного совета или карта форс-мажора. И сейчас, так же, как и всегда, вы можете загадать картам один вопрос-желание. Пока я тасую колоду, вы думайте о своем вопросе. Колода настраивается на вас. Та карта, которую я достану самой последней, после основной выкладки всех карт вашего расклада и ответит на загаданный вами вопрос. Напоминаю, что все те, кто знает свой асцендент, просмотр вы также можете делать и по асценденту, и по своему основному знаку зодиака, и то, и другое. Верно, таким образом, у вас будет больше информации для анализа. Карты готовы, и я приступаю к выкладке. Уважаемые стрельцы, все карты вашего расклада перед вами, и я приступаю к его прочтению. Я вижу, что в основе вашего расклада выпали достаточно сильные карты. Это карта Папы, это Верховная Жрица, это карта Мира, это карта Судьбы, это 8 Жезлов, это 7 монет. Есть и десятка мечей, но она одна между другими хорошими арканами, которых в большинстве. Это говорит о том, что на момент просмотра вам всячески помогают высшие силы. Я вижу, что есть какие-то неотложные задачи, вопросы, которые нужно решать срочным образом здесь и сейчас. Если вы чувствуете, что в том или ином деле вам нужна чья-то помощь, ищите ее, вы непременно эту помощь найдете, потому что вам действительно помогают сами высшие силы, вам будут давать и нужных людей, и вы будете притягивать к себе нужные обстоятельства. Важно во многих процессах ускоряться, возможно, в чем-то стоит поторопиться. Вас могут ждать любые важные переговоры или встречи. Во многих вопросах, которые касаются финансов, работы, но в том числе и личных отношений, проявите терпение. Расклад начинается с 9 Жезлов. Эта карта говорит о том, что неделя не успела начаться, а вы себя уже настраиваете на определенную борьбу. Вы понимаете то, что есть какие-то старые задачи, которые нужно закрывать. Любым трудностям вы смотрите в лицо, вас не так-то просто сбить с истинного пути, потому что по этой карте я вижу людей, сильных духом, людей, которые знают, чего они хотят. Независимо, кто меня смотрит, женщины или мужчины, эта карта показывает боевой дух, желание защитить свою территорию, свои границы, свои права и все свои начинания. Так как эта карта некоторой конфронтации, она может говорить о том, что в начале недели у вас с кем-то могут возникать сложные или спорные ситуации, но в любых таких ситуациях преимущества будут на вашей стороне, и вы свои интересы абсолютно во всем сумеете отстоять. Вы показаны, как люди крепкие орешки. Сама жизнь, сама судьба вас закалила и сделала теми, кто вы есть сейчас. Где-то это взрывной или динамичный характер, но в то же время вы показаны, как люди честные и люди открытые. Понедельник как раз хорош именно для того, чтобы действительно закрыть те вопросы, которые стоят на повестке дня по прошлым периодам, если что-то полностью не было завершено, под чем-то не были подведены итоги, и самое время что-то подытожить и в чем-то расставить точки над их, чем вы и будете заниматься. Общий запас энергии очень даже неплохой, но вся ваша энергия расходуется на возникающие проблемы, задачи, которые есть в дне сегодняшнем, которые тянутся из прошлого, но высшие силы на все это вам дают силы. На входящие события выпала семерка кубков. Конечно, этот аркан говорит о том, что хочется легкости, что хочется помечтать, что хочется полетать, что хочется простого человеческого счастья, и об этом говорит десятка чаш, которая выпала в центр вашего расклада. Возможно, вы мечтаете об отдыхе, о каком-либо торжестве, о том, чтобы с кем-то посидеть или встретиться за одним столом, что-то отметить, отпраздновать, может быть, кого-то с чем-то поздравить, сделать кому-то подарок или приятное. И вы имеете на это абсолютное право, и у многих из вас даже на этой неделе такая возможность будет, так как все-таки десятка кубков показывает ваши кармические задачи в этом периоде. Поэтому если в каких-то делах вы на время захотите сделать перерыв, вы действительно захотите отдохнуть, побольше побыть дома, с семьей, заняться чем-то личным, никто вам в этом помешать не сможет. Но десятка кубков для кого-то из вас действительно может показывать и торжества, и праздники в доме. У кого-то, возможно, это намечающиеся события, которые только планируются, может быть, свадьбы, помолвки, может быть, для своих детей вы хотите сделать какой-либо праздник или отдых, потому что рядышком выпала карта пожа кубков, и те, у кого есть дети или ребенок, для вас очень важно все то, что происходит в жизни ваших детей, и сколько бы им ни было лет, вы пытаетесь их всячески поддержать. Но все центральные карты говорят о взаимности, о благодарности не только ваших детей, но и других людей, которые вас любят. Это могут быть самые близкие, самые преданные, самые верные люди, на которых вы в любых вопросах можете рассчитывать. То, что касается вашего финансового поля, в дом ваших финансов выпла тройка жезлов. Карта очень активная, и она говорит о том, что даже если вы сейчас либо временно не работаете, либо вообще не работаете, я не вижу того, чтобы вы были без денег или были вне удел. Почему? Потому что если вы в поиске работы, работу вы сможете найти, и даже в этом периоде к вам могут поступать любые интересные предложения, которые стоит рассматривать, это могут быть какие-то ваши собственные идеи, о которых вы можете рассказать другим людям, и ваши идеи поддержит кто-то, и, может быть, вам помогут реализовать что-то из ваших планов. Если у вас есть основная работа, вы возьмете небольшой перерыв, или больше выходных, или больше отгулов, или кто-то захочет побывать в отпуске. Кстати, период отпусков планируйте уже сейчас. Даже если этот отдых будет в летний период, показано, что уже об этом нужно говорить. Если вы работаете на кого-то, если вы работаете на себя, десятка чаш показывают успешное ведение бизнеса, и в любых рабочих вопросах, даже если вы работаете на кого-то, вы со всеми сумеете договориться, и, конечно же, эта карта говорит о прибыли. Тройка жезлов может предполагать то, что кому-то из вас идут начисления на карту, то есть это могут быть любые денежные переводы, которые, может быть, идут с некоторыми задержками, но ожидаемые деньги все-таки вы получите. Даже если меня смотрят люди, которые на пенсии, или вы по другим причинам дома, не стоит ни из-за чего огорчаться и унывать, потому что и для вас эти карты показывают хорошие новости, приятные события, отличное настроение, прилив энергии. Я не вижу того, чтобы кто-то из вас чувствовал себя стариками, вы молоды душой, вы многим молодым еще можете дать фору, и даже будучи на пенсии, у вас может быть любое интересное занятие, которое могло бы быть полезно и вам, и другим людям. Тут очень много общения по этим картам, и об этом говорит также карта колеса фортуны, или именно в этой колоде это карта колеса года, и этот аркан в большом кресте вашей судьбы говорит о том, что в течение этого года очень многое будет меняться в лучшую сторону, потому что в этом году в вашу жизнь определенно будут входить обновления, об этом говорит и карта Туза Чаш, многие из вас могут начать какие-то новые или дополнительные проекты, если есть какие-то творческие мечты, желания, надежды, хобби или увлечения, вы также их сможете развивать. Если кто-то из вас планирует дальние дороги или новые дороги туда, где вы еще не были, вам также в этом будут помогать высшие силы, то есть такие дороги возможны, если вы захотите в жизни что-то кардинально менять, например, сменить место жительства, куда-то переехать, что-то продать или купить, или наоборот куда-либо инвестировать свои деньги, так, чтобы ваши деньги работали на вас. Для всего этого период удачный, но семерка чаш в негативе может говорить о том, что вы не должны где-то свои возможности переоценивать или вы не должны недооценивать в чем-либо других людей. Также эта карта говорит о том, что не сотворите себе кумира. Возможно, вы чем-то слишком восхищены или слишком чем-то увлечены и в ком-то просто не видите недостатков, но недостатки есть у каждого. Также эта карта может говорить о том, что от мечтаний, если есть какие-то надежды в душе и вы до сих пор что-то не сделали, не начали, самое время начинать, то есть от мечтаний переходите к реальным действиям, потому что эта карта больше без действия. Я вижу, что вы многое способны организовать, вы прекрасные, вы многое способны организовать, вы бесспорные лидеры по натуре и многих других людей вы способны увлекать какими-то своими идеями, это будет кому-то интересно и вас с удовольствием будут не только слушать, но и поддерживать и помогать. Теперь мы с вами возьмем дополнительные карты на профессиональную сферу всех-всех, кто при работе. Для тех, кто при работе выпала пятерка жезлов, конечно, эта карта говорит о конкуренции, о возможных конфликтных ситуациях, о том, что есть люди, которым может быть не нравятся какие-то ваши действия или вызывают зависть, или вызывают раздражение, вас могут провоцировать на какие-то неправильные действия, и пятерка жезлов говорит о том, что своя рубашка ближе к телу, то есть есть люди, которые думают исключительно о своих интересах, а не о ваших, и вы это также должны понимать. Возьмем для вас еще одну карту на совет, на совет выпала карта старшего аркана силы, это говорит о том, что в каких-то вопросах вам снова-таки нужно будет проявить силу, характер и настойчивость, и даже своих врагов, конкурентов или недоброжелателей вы сумеете в два счета поставить на место, но делайте это мудро. Я вижу, что у вас будет достаточно доводов и аргументов для того, чтобы не прибегать к каким-то силовым методам, в этом как раз и будет заключаться сила ваших аргументов, сила вашего слова, сила вашей мудрости. Работу вы не потеряете, но если вы думаете о продвижении по карьере вверх, и для вас это важно, за место под солнцем действительно придется побороться, потому что кто-то вам будет противостоять или всячески мешать, но это для вас возможно. Возьмем карту для тех, кто в этот период пока вошел без работы, для вас выпала карта старшего аркана умеренности, это карта образования. Прежде всего она вас призывает к тому, чтобы вы либо чему-то подучились, либо в чем-то подняли уровень своей квалификации. И не важно сколько вам лет, я вижу, что в любом возрасте вы могли бы учиться для себя чему-то интересному. Конечно, этот аркан предполагает то, что вы сейчас не можете разбрасываться деньгами, приходится где-то экономить, подтягивать периодические пояски потуже, но это временные ограничения, об этом говорит весь расклад. Если вам кто-то что-то по работе или по подработке предлагает, возможно, и стоит соглашаться, но вы будете раздумывать, учиться чему-то для вас это очень правильное решение, и также эта карта показывает вашего ангела-хранителя, эта карта показывает архангела Михаила, который также помогает во всех начинаниях, и после определенных ограничений в вашей жизни будет период подъема и рассвета, но до этого еще нужно дойти, потому что на фоне прекрасного ангела сзади, на заднем плане мы видим поднимающуюся радугу, а это говорит о том, что какие-то возможности у вас еще впереди. Даже если меня смотрят пенсионеры или те, кто не пытается найти официальную работу, я вижу, что у вас может быть определенное интересное занятие, которое приносило бы вам прибыль. Я вижу, что вы часто с кем-то общаетесь из-за границы, вы ждете с кем-то обратной связи, тут я вижу постоянное общение и постоянно в то же время ожидания. Возможно, тех, кого вы любите, если вы с кем-то сейчас действительно на расстоянии, поэтому центральная карта и показывает у кого-то острое желание объединиться с семьей, быть вместе. Для тех, кто в свободном поиске, конечно, эта карта говорит о том, что вы хотите создать свою семью, свой очаг и поверьте, что все в ваших руках, потому что то, что касается свободных стрельцов, вас могут ждать новые интересные знакомства, здесь тоже не стоит торопиться, потому что у вас еще будет выбор. К личным отношениям мы еще дойдем, давайте немножечко еще поговорим о финансах, о кредитах, те, у кого есть кредитные линии, если это долгоиграющие кредиты, вы будете отдавать их постепенно, отдавать нужно, для того, чтобы позже у вас не возникало никаких проблем с банками или с госструктурами, тем более, что в скрытых факторах выпала карта судьбы или в классическом торо это карта суда. В этом периоде также не стоит оформлять новые кредитные линии, но если вам на что-то не хватает определенной суммы денег и вам нужно гораздо больше тех денег, которые есть в наличии, и вы у кого-то попросите некоторую сумму, я вижу того, что вам не откажут. И на время этими финансами вы какие-то свои старые вопросы сможете решить или закрыть. Ну а теперь перейдем к вашим личным отношениям. Для наших семейных пар выпала карта колеса года и карта пожар кубков. Прекрасные карты для любых изменений в доме. В вашем доме есть положительное движение именно благодаря вам. Вы инициатор всего нового. Может быть действительно кто-то планирует ремонт, переезд, продажу, покупку. Любые инвестиции в основное жилье, если вы не планируете ничего продавать, ничего плохого здесь я не вижу и никаких преград и помех на пути к задуманному я тоже не вижу. Если говорить о вашем партнере, ваш партнер, сколько бы вы не были вместе, по-прежнему вас влюблен. Более того, чувства и ваши, и вашего партнера могут обновляться. Вас могут связывать дети или ребенок. Ваши детки вас тоже будут чем-то радовать. Возможно и то, что вы уже будете планировать любые совместные дороги на будущее и они для вас также возможны. Такие дороги возможны и на ближайшее время. Но в течение этого года это точно, что такая дорога может быть и не одна. Ну а теперь перейдем к нашим свободным стрельцам. Для вас выпала карта старшего аркана папы, восьмерки жезлов и карта верховной жрицы. Два старших аркана. Здесь мы тоже видим присутствие божественного. Явно высшие силы вас оберегают от ненужных отношений, от ненужных партнеров. Но даже если вы с кем-то встречаетесь довольно-таки давно, я вижу, что встречи будут, есть какие-то общие планы, но вы все равно до конца не уверены или до конца человека, даже который вам может очень нравиться, не впускайте в свое стрелы амура, желание открыться какому-то чувству. Меня могут смотреть и мужчины, и женщины, у которых отношения из разряда тайных. Возможно, вы имеете дело с человеком несвободным, но при этом вы не способны друг от друга отказаться, и здесь я вижу всяческую поддержку и помощь, притяжение. Мужчина все время пытается разгадать ту женщину, которая рядышком, всячески вам будет помогать, но при этом обязательства, которые есть перед той семьей, тоже сдерживаются. Если вы по-прежнему свободны, влюбляйтесь, общайтесь, даже если вы с кем-то будете на расстоянии, скорее всего вы это расстояние сможете сократить, вы впоследствии с кем-то сможете увидеться, познакомиться поближе, но в вашу жизнь могут притягиваться люди, которые находятся в отношениях, поэтому будьте внимательны. Если говорить о женщинах, вы достаточно мудры, вы достаточно хорошие психологи, и вы своим мужчинам как бы устраиваете психологические тесты. Конечно, карта Верховной Жрицы может говорить еще и о том, что кто-то из вас будет обращаться за предсказаниями, гаданиями, к помощи торологов или астрологов, возможно, кого-то из вас увлекают эзотерические практики. И если говорите о женщинах, эта карта может показывать любое саморазвитие, то, что вы что-то изучаете, вы пытаетесь чем-то совершенствоваться, потому что вы хотите в своей жизни перемен и обновлений, и эти перемены в вашей жизни будут. Об этом говорит карта старшего аркана мира, которая закрывает ваш склад. Она говорит о том, что какую-то старую страничку своей жизни вы сможете перевернуть на новую. и это уже абсолютно другие, абсолютно новые возможности. Конечно, что-то может получаться не сразу. На пути к успеху вы будете проходить определенные тернии, об этом говорит десятка мечей. Могут быть и некоторые поражения или потери, но в самом начале расклада я вам сказала о том, что вы должны запастись терпением. И если в каком-то вопросе вы не опустите руки, дойдете до конца, не сдадитесь, у вас все непременно получится. Если у кого-то есть вопросы судов, следствий, спорные какие-то вопросы, карта судьбы говорит о том, что у вас есть все шансы вопрос решить в свою пользу, но нужно еще время. И также я вижу, что рядышком с вами есть люди, которые ждут от вас помощи и поддержки, и вы не имеете права на слабость. Вы должны еще кому-то помочь, даже тогда, когда сами в этой помощи нуждаетесь. Ну, а теперь откроем карту дополнительного совета или форс-мажора, и здесь мы видим карту теневой стороны, или по-другому, эту карту, это карта дьявола, карта страстей, внутренних страхов, карта любых скрытых факторов, игры и фальсификаций, а так так как эта карта выпала в скрытых факторах, возможно, вы долго не сможете видеть обман, может быть, от конкретного человека, или манипуляцию от конкретного человека. Помните, в начале расклада я также говорила о том, что не сотворите себе кумира, потому что вы кого-то видите в более лучшем свете, чем какой-то человек есть на самом деле, чтобы потом не было разочарований. Карта дьявола может также говорить о том, что вы можете столкнуться с чеми-то манипуляциями, с чьей-то игрой на ваших чувствах или на ваших эмоциях. Вы также по этой карте можете оказаться в плену собственных страстей и собственных амбиций. И тут начинается в вашей жизни противоборство между собой темных и светлых сил, потому что мы видим и карту Папы чистоты божественного и карту дьявола, карта темных энергий, огромных искушений. Ну а теперь посмотрим, сбудется ли ваше желание. На ваш вопрос выпала карта короля кубков. И это ответ да. Вы сто процентов получите то, что запланировали или задумали, но для женщин это мужская помощь, мужская поддержка, что-то будет зависеть от мужчины. Если говорить о мужчинах стрельцах, очень много о вашем вопросе будет зависеть от вас самого, но есть еще какой-то друг, человек может быть для вас близкий, родственник, хороший, знакомый, с которым вы будете в чем-то советоваться. Также я хочу добавить и то, что изначально в отношении вашего вопроса у вас будут большие заблуждения. Возможно изначально в вашем вопросе была или и сейчас есть какая-то неясность, но что-то тайное станет явным и высшие силы вам помогут на что-то пролить свет истины. Также хочу добавить и то, что не стоит спешить радоваться, потому что желаемое да, вы получите, но потом снова предстоит определенная борьба. Давайте посмотрим, что еще вам нужно знать об этом расскажет темный оракул. Возможно есть еще какая-то информация, которая скрыта пока от ваших глаз. И первая карта это уже карта страсти, карта источника, некого вердикта или приговора для вас. Эти карты подтверждают то, что сейчас мы с вами обсуждали по карте дьявола. Это какие-то страсти, которые еще будут в вашей жизни. И вы будете нуждаться в этих страстях, как в адреналине в своей жизни. Эти карты могут показывать какие-то очень бурные, очень яркие любовные отношения, которые для вас тоже могут являться своего рода источником, наполнителем, отдушиной. В вашей жизни может быть человек, который как ваш приговор. Почему? Потому что это, как я говорила, возможно и то, что кто-то может иметь дело с человеком несвободным. И даже если вы с определенным человеком захотите объединиться, тут будут сложности. Также если меня смотрят люди, у которых есть какая-то спорная ситуация и вас вообще не волнуют вопросы любви, эти карты говорят о том, что в ваших руках будет появляться нужная информация, но эту информацию нужно искать и в этом вам кто-то должен помочь. Вот такими интересными были карты дополнений. Уважаемые стрельцы, таким для вас был расклад на эту неделю. Благодарю вас за просмотр и всем мира, всем любви, исключительно положительных эмоций. Я не прощаюсь с вами. Я говорю вам до следующих видео, до следующей недели. Всем до свидания. Субтитры